Всем привет, друзья! В этом уроке мы с вами разберемся, что же такое модификаторы, для чего они нужны и как создавать панель для быстрого доступа к нужным модификаторам. Первым делом, давайте разберемся, где же находятся наши модификаторы. Модификаторы могут находиться в двух местах. Смотрите, первое это в главном меню на главной панели, да, есть такая вкладка Modify. Заходим сюда и здесь мы можем увидеть все наши модификаторы. Чем хорош этот подход? Здесь модификаторы расположены именно по своим как бы категориям, да. То есть категория модификаторы для анимации, модификаторы для создания одежды, там для волос, да, для редактирования меша и так далее. Но этот подход он как бы, ну, тяжеловат, да, здесь надо выбирать. Но намного проще работать с модификаторами именно из панели Modify. Для этого выделяем наш объект Editable Poly. Заходим в панель Modify и здесь мы видим, здесь мы привыкли, допустим, заходить, да, и редактировать наш объект. То есть задавать какие-то значения для боксов, для сфер, да. Теперь же здесь есть еще, вот, панелька Modify List называется. Здесь вы видите стрелочку. Нажимая на эту стрелочку мы попадаем в список модификаторов. Для чего же нужны эти модификаторы? А с помощью этих модификаторов мы можем изменять наш объект, какие-то свойства менять у объекта, придавать ему какую-то особую форму, которая именно возникла у нас в голове, да, и изменять какие-то параметры. То есть модификаторы позволяют, ну, дословно, если перевести, модифицировать, да, изменить объект, превратить его в совершенно другой объект, то есть, если кратко. Теперь смотрите, модификаторы здесь расположены именно по каким-то категориям, да. Вот здесь, когда мы заходим сразу, они расположены все подряд. Мы еще будем изучать в следующих уроках, какой модификатор что выполняет, да, какое действие он производит. Смотрите, здесь мы можем выбрать именно по категориям, то есть, вот Surface, да, Modeling. И вот у нас, нет, давайте не так. Мы сперва отключим, то есть у нас есть просто список, да, каких-то модификаторов. Вот мы смотрим. Мы не знаем, какой модификатор для чего нужен. Постепенно мы с этим разберемся. Теперь смотрите, мы можем модификатор, допустим, для вот этого цилиндра, давайте выберем модификатор TurboSmooth, да, сглаживание. Здесь мы можем вбить английский To, и вот у нас выскакивает рядышком, да, вот мы выбираем TurboSmooth, и видите, объект сгладился, да. Применили к нему 2-3 итерации сглаживания, наш объект стал более сглаженным. Теперь смотрите другой способ, потому что искать модификаторы вот так вот, вводить здесь букву, да, и ждать пока он выскочит, это все неблагодарное дело. А я предлагаю другой подход. Смотрите, вот эта кнопочка, конфигурация Modifier Sets, нажимаем на эту кнопочку, и здесь видим конфигурация Modifier Sets. Мы нажимаем эту кнопку, здесь мы можем выставить сколько кнопок, вот эти все кнопки, они потом здесь откроются, и будут нам легко доступны. Давайте выберем список самых часто наиболее используемых модификаторов. Я думаю 20 штук за глаза здесь хватит. Создаем как бы свой набор модификатора. Смотрите, берете, допустим я беру Edit Poly, левой кнопкой мышки зажимаю и тащу сюда на кнопку. Edit Spline, я буду перетаскивать модификаторы, которые я наиболее часто использую. Bend, Bevel, Bevel Profile, ну Cap Hollis можно тянуть, можно не тянуть, он редко используется. Edit Normals можно, можно Face Extrude, так, что еще выберем? FDD, так, Twist Band пускай будет, FDD 2, FDD 4, FDD Box, можно FDD Cylinder вместо FDD 4, потом объясню почему. HDSDS, так, Latte, Latisse, так, Melt, Mesh Smooth, ну и в принципе можно еще Noise и и и и Turbo Smooth, да, самые такие, наиболее используемые. Кстати, здесь можно вместо тех, еще кинуть сюда можно UV Map, Smooth, вместо Melt я, наверное, кину все-таки OnWrap. Это наиболее часто используемые. И вот, допустим, сохраняем под названием, давайте я сохраню, Роман, да, вот указали количество кнопок, окей. Теперь смотрите, как же нам открыть этот список модификаторов? Нажимаем Show Buttons, и вот они. Все модификаторы, которые мы сохранили, выбраны в этом списке. Теперь смотрите, очень легко, выбираем объект, нажимаем Turbo Smooth, нажимаем Noise, Noise отпускаем под Turbo Smooth и делаем любые наши изменения с объектом. В этом уроке вы узнали о модификаторах, что такое модификаторы и как создавать панель модификаторов. Оставляйте свои комментарии под этим видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за внимание, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok